здравствуйте друзья у нас сегодня экстремальный репортаж вы видите девушку экстремалку под дождем она пьет кофе у нас дождь за дождем ливень за ливнем шторм за штормом всю ночь штормила лила затопляла и мы воскресенье ну практически в полдень отправляемся в кремниевую долину казалось бы вот так по показаниям приборов у нас тут всего 36 миль вот от той точки где мы сейчас и мы должны были бы проехать это за 49 50 минут но вряд ли так получится светлана вот вы не видите а я вижу справа от меня светлана сидит на своем смартфоне и пытается понять что происходит на дороге есть как какое-то количество приложений которые показывают так люди рапортуют с дороги там где дерево упало где оползень какое где-то может еще чего приключилась эксидент вот мы едем у меня бензин есть на случай если все нормально но поскольку сомнения есть в нормальности предстоящего мы заедем сейчас вот на эту газ стейшн который у нас справа вы может быть даже видите цены тот бензин который нам нужен стоит 283 что в общем то по нашим временам даже вполне ничего как могло быть и больше да вы видите значит капает еще полчаса назад вообще как-то затихло и не было никакой водички проливающийся а сейчас появилась 2 часа обещают с громом и смолнией ну это надо дожить так он уезжает или он чего тут заправились продолжаем никто никто друзья не знает сколько экстрима отпущено нам на сегодняшней дороге даже хайвей номер 17 проходит по горам свернуть отвернуть объехать некуда некуда это хороших там не знаю 15-20 миль просто дороги просто в горах с одной стороны заправок нет кофешопов нет но туалет слава богу тут вся калифорния вот если там вниз куда спустился с одной стороны я я я если надо вот с одной стороны горы если не ответственно это вполне достаточно для того чтобы оттуда какие-нибудь ополозни происходили а с другой стороны пропасть вот мы сейчас туда едем сколько историй сколько историй друзья мы знаем со знакомыми людьми которые там ехали и что-то с ними происходило дай бог чтобы у нас ничего не случилось да да а то накаркаешь сейчас нагнетаешь я не светочка я исключительно позитивно это все рассказываю исключительно позитивно я надеюсь что ничего такого не будет еще и надеюсь что репортаж будет интересным мы будем проезжать мимо чего-нибудь такого там допустим строительные рабочие и там дорожные там рабочие распиливают упавшее дерево а вы едем мимо не надо все ну вот уже пожалуйста да мы не загляли хотим мы не нагнетаем света света смотрит на какой-то телефон у меня настроение лучше я не смотрю никакой телефон я еду для как это важно никуда не смотреть а просто ехать и в этом основа жизни те кто смотрит на телефон те переживают а что ты переживай не переживай как это говорится там хочешь ешь вот трафик хочешь ешь а хочешь жуй все равно получишь трафик поэтому человек переживать вот едем себе да а смотрите как это самое это даже туманом туманом не назовешь но некоторая такая мряка на дороге происходящий приз настоящие в том что видимость ухудшается и не только потому что там капельки на стекле а так вообще видимость ухудшается да но зато красиво я хочу сказать что не припомню чтобы мы вот в таких погодных условиях чего не снимали но все только даже не начинается еще а на подступах начинается мы сейчас выйдем на хайвей тут осталось пару минут и поначалу хайвей будет таким ровненьким а потом в горы пойдет вот так что ну ну посмотрим вообще какая-то экстремальность появляется в природе то пять лет вообще дождей не было то что то вот так вот льет до речки по выходили из берегов водохранилище переполнены там некоторые говорят может это накопилось там просто невыданное накопилось но есть такие страны знаете где вот каждый год так и покруче когда с девочками из индии я разговариваю у нас у них значит самое любимое занятие вот когда они были маленькими это играть в грязи ну я не знаю может быть там как какой-то дополнительный смысл в этом есть но вот они используют слова моды до м и иди моды то есть это грязь нет глины это клей они они играют в грязи и вот когда дождь я пока что происходит когда у вас вот эти вот ливневые дожди это там ну долго идет это не это целый сезон дождей а они готовы что-то это такое замечательное время все дети значит бегут на улицу под дождем видимо дождь теплая так прямо и играют в грязи вот в этом то есть я чувствую там все грязь кстати вот когда такие ливневые дожди идут там грязь повсеместно и вот они в этой грязи играют такое национальное развлечение мы сейчас подъедем видите вот тут знак такой зеленый если вам видно конечно мы сейчас выскочим на хайвей прямо вот тут будет такая одна единственная полосочка на когда налево сейчас пойдет так же как вы знаете дорогу от нашего дома до школы вот так же я знаю дорогу до нашего дома из санта-крус вот вы пожалуйста входим это соединение маленькая такая тропочка вот это соединение с хайвеем и вот мы на хайвей номер 17 который в этом месте совершенно безлюдный слушать вообще потрясающе еще назад смотрю там сзади две машины в общем едем ага вот тут справа справа к нам присоединяется группа радиослушателей да но в смысле автомобилей автомобили вот так едем но это затишье такое это цветочки цветочки потому что здесь все ровненько чистенько так вот впереди у нас если кто интересуется программным обеспечением впереди по правую руку у нас будет скоро компания борланд они как-то сейчас по другому может быть называются я не знаю что с ней там переключалось постоянно да надо делать чаще да сейчас сделаем чаще вот пожалуйста хотя бы не скрипит ты помнишь перед этим были у нас дворники это я поехал заменил в мастерской а то они были какие-то скрипучие вот так ставят новые дворники они скрипучие как будто не в америке живем понимаешь как будто за бесплатно дворники выдают в общем такое дело да ну что же пока пока ничего хотя бы люди вокруг появились уже приятно появились они потому что едем мы не быстро едем мы что-нибудь 50 миль компания борланд если я не ошибаюсь по левую руку будет network ассоции но это не как не компьютерное место вот скотс валы это город который впереди скотс валы не особо компьютерное место хотя кое-чего там есть и конечно сам по себе порланд достаточно большая компания вот но это конечно не не сан-хосе там не сани вейла вот вы видите друзья знак говорят оползень у нас до впереди и левая полоса открыта то есть нам может быть правильно если это сразу идти влево чтобы не перестраиваться там где народ столбиться скопиться и это все еще тихая часть я практически степная можно сказать часть дороги такая я я шучу я шучу но такая ровненькая так горы впереди в таком тумане я не уверен что даже это видно на камере но наверное какой-то контур есть горы вот буквально вот-вот-вот будут на самом деле горы и слева и справа просто мы едем по такой дороге которая как-то вот так ровненько идет горы горы уже со всех сторон а вот горланд вот тут горланд вот справа сейчас будет у них вдоль дороги несколько корпусов есть небольших я в одном из них работал да а потом вот уже будет большой такой кэмпус громадный очень красивый в стиле запад встречается с востоком так по-английски они говорят из нитс вест или на вест митисе борланд что-то я как-то не я я сомневаюсь но сейчас уже видела но все друзья если света борланд видела все так такое ощущение что мы въезжаем на горную часть дороги да 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 проехали конечно проехали оповещение на сэлфоне а у светы в руки руки сэлфон там я вижу впереди там штук пять или шесть оповещение на коротком участке дороги но друзья у нас нет выбора мы вот едем как едем у нас не то чтобы сказать ну его нафиг сейчас отвернем куда-нибудь отвернуть нам некуда и вы еще даже видите вот слева вот эта бетонная фигня которая не позволяет даже развернуться например то есть чтобы развернуться вот можно вот здесь вот например вправо куда-то вернуть или тут ну да да есть места где можно есть места где нельзя когда-то я работал в горланде и вот под таким точно дождем вот в это самое время года я ездил домой только на гораздо более дохлой машине хендайчик у меня был с ручной трансмиссии и четырьмя цилиндрами которых явно не хватало на это все и вот я ехал под дождем и все встречные машины а я делал я ночью там ну вечером темно было когда возвращался домой было абсолютно темно и они фарами светили и мое стекло с этими капельками воды отражала каждая капелька вижу каждая капелька отражала свет встречных автомобилей это было что-то дикое я каждый раз думал сегодня я уже точно не доеду думалось мне а вот этот бетонный разделитель вот сейчас слева такой невысокий пока поставили относительно недавно ну порт после того да они говорят в левую полосу забирай а вправо и что-то происходит обвалился сейчас посмотрим дома слайд было написано но тут еще другая проблема дорогой ремонтируется подстраивается как порядок приводится поэтому даже когда абсолютно все в идеальном порядке ночь ночью ночью одна полоса все равно я получила четыре часа утра но мне кажется это еще впереди справа тоже будь здоров тут зрелищик не видно камере она так сбоку начала бибикать я выключила предусмотрительно на ночь звук и он начал только жужжать я смотрю что и написано что вот это вот он зачищает дорогу мы видим зачищать но да вот справа вот справа она осыпалась вот здесь вот она на грязюку зачищает ну да это не изверг какой все убрали прямо грязь течет да да и горы света горы это тебе не совсем наоборот но на случай не помогают путем такой реакции до из них что давай мама да да это уже стоят эти колпачки на дороге оползает мужественные дар работники транспортных служб друзья под дождем дождевичках конечно под дождем работают приводя дорогу в порядок такое ощущение что впереди еще сейчас будет потому что колпачки стоят вот тут справа увидеть какое-то хозяйство тут техники понагнали это просто стойбище да здесь две полосы ну уже хорошо а быстро это вообще не положено 40 миль 40 миль даже по суху на этом повороте на самом деле некоторые ощущения относительной безопасности приходит от того что все-таки нет плотного трафика на дороге и нет ощущения что тебя могут подбить слева справа спереди сзади лучше мы будем ехать вправо и чтобы люди которые едут быстрее нас нас обошли по левой шансов что осыпется на нас практически нет а шансов того что нас хотят обогнать эти шансы возникают каждую минуту поэтому мы лучше так вот отойдем увидел пьяного отойди мы едем между прочим мы едем 40 с копеечкой не так мы не спешим никуда правильно но если ты едешь 40 с копеечкой то ты должен понимать что тебя будут обгонять 40 миль это 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 40 вот мы сейчас едем 40 с копеечкой это и 70 километров окажется что вообще стоим да да а в этих как его там попугая попугая длина больше ну чё туман я не спешу вот друзья когда вы будете думать о калифорнии вы имеете ввиду о солнечной калифорнии имейте ввиду что не все как у масленица не все калифорнийцу солнышко не все вот знаешь понимаешь когда в других странах зима понимаешь а этим все лето до лета а да это у света на приборе то есть мы с вами его еще не видим но на при суде по прибору там что-то такое он показывает может быть милаки он показывает встречную полосу речную полосу это мы с удовольствием посмотрим что случилось на встречной это даже это даже интереснее вроде бы он показывает встречную да я не знаю как например в российской федерации а в соединенных штатах если где-то что-то случилось то люди которым абсолютно до этого нет никакого дела в общем то могли бы ехать себе ехать мимо они притормаживают и начинают смотреть что там и раз так вот едешь думаешь чего пробка чего стоим а потом проезжаешь мимо того места где что-то случилось слева справа там на другой стороне оказывается могли бы спокойно ехать нет всем хочется посмотреть порадоваться что это не с ними вчера мы ехали вчера мы ехали в санта кросс и но не было такого дождя как сейчас вот так вот это вот так вот дерево лежит да да это не дерево такая труба а с другой стороны ну не суть ну в общем да какие-то работы тут просто вот-вот-вот-вот-вот ой обсыпалась мама и может на машину у меня вот так вот нашего тут же книга так засыпало да ну она не сильно засыпает ну да а если еще каменюкой по балде так и сильно не надо так вот мы ехали и там девочка ее стукнуло о бортик бетонный что-то не знаю как-то развернула или что у нее этот airbag выстрелил и в машине видишь горят горят эти на дороге штуки то есть там что-то произошло и они понял понял то есть это они просто едут вот тоже самое они могли бы быстрее ехать но они они в одной полосе сейчас всегда вот встречная дорога ну света хорошо что все нормально вот последняя торговая точка справа и мы въезжаем уже в настоящую чащу где ничего такого на перевал перевалили до мы переехали через перевал но мы въехали на такую на такую часть дороги слушай а эти вообще стоят обратите внимание нет потому что здесь две полосы а там одна и они перестраиваются ой господи боже мой мы проводили некоторый анализ по всяким этим картинкам чтобы решиться как ехать или ехать вдоль океана а потом на сан-франциско потом значит там проскочить там есть боковая дорога на боковая дорога она оказалась в не лучшем виде давай мы тоже уйдем влево что-то товарищ не спешит явно да нет но он совсем не спешит вот типа типа тормозить то есть за ним уже я не спешу все дальше за ним просто уже скопилась масса народа вот и мы смотрели тут через в обход туда в сторону хайвея номер 101 там немножко в объезд в общем смотрели смотрели и нигде не было чистой дороги то есть всюду какие-то были проблемы и мы думали ладно поедем по нашему родному 17 ну тут были тоже несколько эксидентов с утра да именно в нашей стороны но уже успели их убрать ну да вот они там расчищали бортики ударяются люди когда их заносит то есть куски машины я честно говоря не вижу кусок машины это может быть накопилось за большой ну я хочу сказать вот сейчас мы едем практически в идеальных условиях на дороге никого нет дождя сильного уже нет может быть с этой стороны перевала вообще получше а впереди светлее да да мы сейчас может сейчас она за приедем а там вообще как живописно хорошо ой а там впереди как живописно ты посмотри красотища такая да когда система система показывает что впереди значит что-то там предстоит камеры не выключаем нет 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 это все встречная полоса это 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 еще интереснее это еще интереснее встречная полоса 5 миль в час мы даже обработал небольшая ой комплицент сэнд 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 да сэнд 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 что второе слово какое-то сэнд стил вместе али скил комп комп но давай посмотрим посмотрите да это смотря где или слева там гора или справа гора вы видели оно тут меняется поэтому поэтому можно засыпать слева или справа Ну, нет, гора, которая может осыпаться слева. Ой, перекрыли всю дорогу. Ну да. Да, ой-ой-ой-ой. Перекрыли всю дорогу, тут полицейские, и они тут какое-то время постоят. Но у меня такое ощущение, что машина очень оперативно там работает, и там 5 минут они... Ну, 5 минут нет, конечно, но, конечно, здесь оперативность большая. Да, мы когда несколько лет назад на Тахо ехали под, даже не петушь со снегом, да, но они через 5-6 часов, они эту дорогу все защищают. Ну, что это, 5-6 часов, это все-таки серьезно. Да, да, это серьезно. А тут люди едут, они же не будут тут 5-6 часов стоять, да? Ну, будут стоять, а куда им деваться они? Обратно не поедут. Нет, я думаю, что здесь все очень быстро произойдет. Да. Да, но тут вот трафик сильный, он еще будет идти. Ты видишь, тут даже встроиться с прилегающим поездом сложно, потому что... В стоящий поток, невозможно заехать. Ну, да. Ну, тоже, ну, немножко водить. Да. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть, когда мы видели вот эти все дела на карте, то, видимо, это относилось именно к встречной... Нет, надо каждый раз смотреть. На наши полоски тоже. Вот тут тоже еще одно солнце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И стоять, стоять. Понимаешь? Так. Да, ребятам сегодня не повезло. Куда они едут? То есть, я поняли? Домой. А, домой? Ну. Так, в пол первого... А там вот этот озеро залился, там оно переполнено. Вообще, снять деревья. Озером это назвать нельзя, это такой водоем. Да, конечно. Я думаю, что он достаточно искусственный. Он был пересохший в течение 5 лет. А сейчас все дели. Он был как грязная лужа, да. Ну, даже какая-то... Он и сейчас грязного цвета, но... Ну, потому что дождь течет. Потому что глина со всех сторон тут... Но он сейчас огромный. То есть, он же был высохший там, как дыр ручил. Ну, вот когда дожди кончатся, и муть осядет, он будет голубеньким, чистеньким. Да, очень красивый, в солнечном свете. Да. Ну, все, кажется, мы уже выехали все. Да. Из Прикории. Все, ребят, горы кончились. Значит, начинается то, что называется... Ну, можно сказать, Кремниевой долиной, так, предместье. Сейчас приеду домой, буду видео делать. У меня со вчера съемка лежит незавершенная. Мы были в гостях. И у меня замечательная запись есть. Вот сейчас приду, сделаю. Ну вот, друзья, мы фактически в Сан-Хосе находимся. Буквально минут пять я делал перерыв. А тут уже прямо... То есть, мало того, что на окошке не капает, я, наверное, выключу дворники, так еще и дорога сухая. Свет, есть ощущение, что дорога сухая? Ну, они так сделаны, эти дороги, что сразу после дождя все стекает. Здесь быстрая сухая. То есть, она не сухая-сухая, а она, скажем так, не букрая. Ну, мы видим прекрасно вот по стеклу, да, что капельки дождя... Маленькие очень. Во-первых, маленькие, во-вторых, крайне мало. Это мы же едем. Представляешь, сколько мы собираем на стекло. По сравнению с тем, как если бы мы стояли на месте. Кроме того, из-под колес машин вот на этой сухой дороге тоже что-то... Ну, обычно, обычно там... Брызгает, брызгает. То есть, она кажется... Грязь какая-то мелкая. Да, подняет. Ну, в общем, друзья, вы видите, как мы прошли через экстремальные... Героические, героические. Горные условия, через тучи, через грозы, через пробки на дорогах, оползни и так далее. Вы теперь знаете английское... Каково это жить в Калифорнии? Да, это отдельно. Словосочетание английское. Mud slide, да, сползание грязи. Такой грязевой, ну, не поток, но сход. Такой грязевой сход, сползание. И у вас, может быть, даже словарный запас немножко расширился. Надо сказать, что мне этой ночью довелось отправиться в постель поздно, потому что мы... Как и в предыдущей, кстати. Как и в предыдущей. Но в предыдущей я вел трансляцию и закончил в 2 часа ночи. А вот вчера это была, значит, девушка Светлана, с которой я вывесил сюжет ночью. Опять, тоже я в 4 часа ночи его повесил и пошел спать. Но там получилось так, что как бы она меня интервьюировала для своего канала, но запись вел я. Потому что она в полевых условиях, там была у нее нечем было записывать. Я как бы записывал для нее. Ну, для двух каналов. Значит, я еще ей не отдал, но у нас уже висит. С одной стороны. С другой стороны, мы с ней на этом не расстались. А записали еще несколько маленьких сюжетиков, которые я буду периодически там подвешивать на разные темы. Там про английский, про TOEFL мы записали. То, что ребята вопросы задавали. Значит, мы записали сюжетик про TOEFL. Я вот до дома доберусь, значит, там начну обрабатывать, подвешивать и так далее. И в итоге мы с ней расстались буквально в полчетвертого. В полчетвертого утра. У меня уже язык заплетался. Чего мы с ней там записали, я не знаю. Надо будет посмотреть. Светик, а во сколько я проснулся, ты знаешь, сегодня? Не обратила внимания? В 10? В 10. Вот так, друзья. Я спал-то, можно сказать, всего 6 часов. А предыдущую ночь, наверное, еще меньше. Да. И как огурец, друзья. Как огурец. В смысле, чувствую себя хорошо. Да. Ну что, я думаю, что на этом мы наш тревожный репортаж закончили. И отправляемся в светлую часть нашего путешествия. Мы уже почти, почти приехали домой. Чего всем желаю, кто нынче в пути. Счастливо.